Здравствуйте всем. В лектории хорошо, потому что тенек. Прямо здесь прохладно. Друзья, поднимите руку, кто знает меня, ну, как реконструктора или вообще, кто знаком с тем, что я делаю. Один, два, ну, половина. Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей Игоревич Штефан, я реконструктор, занимаюсь реконструкцией, ну, лет 20. И в какой-то момент, то есть я выезжаю на фестивали, а начал, думаю, почему бы из хобби не сделать, собственно, бизнес. Ранее здесь было сказано, типа, что я буду рассказывать про свой бизнес, и вот это вот. Нет, я варю медовуху, варю медовуху много уже, достаточно большим объемом, там, продаем по всей России. Вопрос не в том, как рассказать мне про свой бизнес, а вопрос в том, как вот из реконструкции, если вы этим увлекаете и занимаетесь, как вам вообще из этого сделать такое вот постоянное занятие. Причем я не хочу, чтобы вот мое выступление было таким вот элементом, что, там, давайте, типа, движение превращать такое в петрушничество, это не совсем правильно. То есть скорее задача, как вот из какого-то ремесла, которым вы любите заниматься, или вот из какого-то вашего занятия в реконструкции, как ему найти применение на гражданке, так называемой. Вот. И с помощью этого, как бы, ну, не то, чтобы уйти из постоянной работы, но и реконструкции заниматься с удовольствием, чтобы она еще как-то имела какую-то точку монетизации. Вот. Давайте немножечко, ну, там, презентации все равно не видно, вот, поэтому кое-что я вам расскажу, какие-то штуки, которые я постиг, вот, там, занимаясь, там, медовухой или тавернами, вот. Вот. А потом просто вопросы какие-то, там, мы такие вот вопросы-ответы сделаем. Значит, смотрите, когда я вот занимался просто реконструкцией в 2009 году, тогда там не было никаких всяких разных крафтовых напитков, там, было там просто какое-то там пиво жигулевское, вот. Я поехал на фестиваль, и так вот все, все пошито, у всех там одежды классные, там шатры классные, вот. А тогда вот напитки были не очень-то, там, полторашки, вот. Я подумал, классно будет занять вот эту вот нишу реконструкции. Начал варить напитки, получилось прикольно. Потом людям зашло. Но в тот момент, как и много реконструкторов, которые занимаются ремеслами, которые занимаются, то есть, ну, вот какими-то всякими, там, будь то чеканка, ювелирка, или, в принципе, то есть какая-то организация массовых мероприятий, они не видят точку монетизации на гражданке, как эту историю можно вывести. Я тоже тогда думал, что медовуха только для реконструкторов. То есть я не понимал, зачем она вообще в жизни людям, то есть, как бы, ну, там же есть какое-то пиво стандартно, все, на фестивале понятно, а потом нет. И вот мы, наверное, с вами будем говорить про вот это осознание. На самом деле то, что с годами, то есть я вот, как бы, занимаясь бизнесом, понял, что людям во вне реконструкции тоже интересно прикасаться к реконструкции. То есть в 2012 году я открыл ресторан полностью средневековый, аутентичный. У меня был такой интересный тоже опыт. Я хотел, значит, сделать кабак для реконов. Ну, то есть там реконы, ролевики, это было очень вот такое вот занятие. То есть я думаю, сейчас я открою для своих, и будет такой классный кабак. Но по итогу туда, когда в 2012 году я его открыл, это получилось такое тематическое заведение. Основные посетители, это были вообще не реконструкторы, не ролевики, им было неинтересно. Они это видели, как бы, они это знают. Но люди, которые не прикасаются к движению реконструкции, они пришли, о, прикольно, классно, мы готовы сюда ходить, что-то там покупать, ну, прям ходить в эти рестораны. Это был интересный опыт. И, наверное, единственная фишка, которую надо отметить, что как вот монетизировать, если вы чем-то занимаетесь реконструкторским, то есть будь то ювелирка или какое-то ремесло, это, почему это вообще людям интересно на гражданке? Потому что им нравится прикасаться к сказке. Ну, то есть как бы людям нравится мечтать. И когда вы сможете эту мечту им куда-то туда принести вовне, они прикасаются вот к этой сказке и какой-то такой мечте, немножечко попадают в средневековье, и вот за это они готовы платить. Главный фокус в этом. То есть, например, вот хорошо можно рассмотреть, как развивается внутренний туризм. Если кто-то был в Сартовале, например, там есть такой парк Бастион, вот мы на его примере рассмотрим, не знаю, кто-то был в Сартовале, видел там парк Викингов, вот, девушка была. То есть ребята сделали не просто как бы там отель как бы в обычном стиле или стилизованном, они взяли кусочек реконструкции, и людям туда интересно приезжать, потому что они на минутку, это не фестиваль, это просто как коммерческий проект, но люди туда приезжают и живут просто в такой, в старине. И то есть людям, прикасаясь к этой мечте, им прикольно. То есть это вообще не про фестиваль идет, то есть это вот такая точка монетизации. Хотя эти реконструкторы, они нашли этому применение на гражданке. Очень много ремесленников находят тоже применение, то есть, ну вот, точнее даже не так, много ремесленников занимаются реконструкцией, видят только, что вот они когда занимаются ремеслом, это интересно реконструкторам. Но на самом деле космическое вообще применение вот сувениров может быть применено на гражданке, казалось бы, только на фестивале, который уместен. Это хороший пример, можно привести, в какой-то момент ребята начали делать средневековое детское оружие, кто-то там начал делать на фестивалях. И это было изначально для фестиваля, а потом оказалось, что это интересно всем, всем детям на всем других мероприятиях. И вот кто эту штуку придумал, вообще здорово. Я видел недавно, например, еще есть такая точка, тоже монетизация интересная, про одежду. Были ребята, ну точнее есть ребята реконные, они шьют одежду, и вот казалось бы, она только в реконструкции интересна. Но я недавно в одном из современных магазинов, современных бутиков, увидел худый, прям худый, прям капюшоны. И это элемент одежды, который, казалось бы, нужен десяткам реконструкторов, он оказался интересен вообще в стандартной жизни. То есть людям, которые вообще не имеют никакого отношения к реконструкции. То есть вот такие вот интересные элементы они нашли. И вот наш сегодняшний, наверное, разговор про вот такие фишки, которые можно найти в движении, и с помощью них, вот, организовать, не знаю, производство этих фишек, начать как-то вот такой путь вот околореконструкторский, чтобы и в реконструкции можно было тусить, но с помощью вот знания, ощущения вот этой сказки, принести эту сказку на гражданку, и люди, прикасаясь к этой сказке, будут вам платить. Наверное, ну не сильно сложно, я надеюсь, получилось. Вот, поэтому, смотрите, расскажу такой пример, и дальше мы можем про вопросы поговорить. Может, вы чем-то занимаетесь, и вот мы какой-то вот ваш кейс обсудим, потому что были вопросы, ВКонтакте писали тоже, сейчас мы на них тоже ответим. В 2007 году на Грюнвальде я увидел один интересный проект. Реконструкторы делали средневековую бумагу. Они привезли такой пресс, делали прям такие вот старинные листы. Я вот до сих пор не понимаю, почему вот эти вот листы средневековые, которые прям классный сувенир в рамках фестиваля, они тогда продавали индульгенции. То есть не использовать, например, на гражданке. То есть у нас до сих пор вот эта вот часть реконструкции никем не освоена, чтобы вот именно там вот как бумага, хотя бумага была, даже там в X веке в XI находили какие-то остаточки, ну вот, ну, кроме XV века. Но вот это вот направление, вот этой вот бумаги, оно, как оно применимо на гражданке, и, казалось бы, кому это надо, это элементарная дизайнерская художественная бумага, за которую готовы платить кучу разных торговых сетей, типа Леонардо, там Хобби Ленды всякие, вот, потому что такая бумага ручной работы, на них классно писать акварелью. И вот это вот направление, вот эта вот часть, она прям, ну, просто никем не освоена, хотя это золотая жила. Казалось бы, на фестиваль можно приехать просто показать ремесло, показать пресс, но по факту можно сделать мануфактуру бумаги ручной работы, и это будет вот продолжение тебя, как реконструктора. Ты будешь людям давать вот эту сказочную бумагу, и это прям достаточно широкий рынок. Вот я вот про такие штуки говорю. То есть мы с вами должны, как по итогу лекции, может быть, найти какие-то фишки, которые можно увидеть в реконструкции, среди реконструкторов, и как их применить на гражданке. Вот. Так что, наверное, я пока все сказал, поэтому давайте, может, какие-то вопросы, если у кого-то были из ВКонтакта, я послушаю, и мы с вами каким-нибудь обсудим ваши штуки. Вопросы? Да. Да. Ближе, ближе, ближе. Не, не, он не выключен, вот так к подбородку. Ну, смотрите, да, алкоголь, это вообще, в принципе, сложная тема. Если мы говорим, например, про средневековые напитки, на чем я собаку съел, сейчас сложно. Ну, сейчас сложно. Сейчас сложно, потому что государство, как регулятор, ввело очень много всяких таких штук, типа эгоиз, честного знака, точек контроля за производством. Поэтому, если раньше можно было, скажем, дома что-то сварить и продать как-то полулегально каким-то способом, то сейчас надо уже прям чуть ли не сразу впрягаться в малое производство, чтобы это все продавать легально. Но, по большому счету, то есть, если вы работаете на рынок друзей и близких, то я думаю, что вам пока не нужно думать над легализацией. Вот когда вы захотите, например, работать по кабакам или по каким-то дистрибьюторам, это вот, ну, что называется, крафтовое пиво. Вот сейчас такое прям модное веяние, которое, ну, было пять лет, бум, буквально, крафтовиков. То тогда да, сложно, очень много документов, денег примерно на создание этих документов, то есть, ну, вы потратите 1300, там, на согласование все, лицензий никаких нету, супердорогостоящих. Но чтобы получить эти документы, к вам приезжает проверка из Федеральной службы Росалкоголирегулирования и проверяет место, где вы производите, потом выдает вам сертификат, ну, одобрения, то есть, это документ разрешения на производство. Там он как-то не разрешение на производство, он называется о допустимых мощностях. Ну, то есть, вы говорите, я буду производить 200 литров. Они приехали, вы такие, вот кастрюля, в которой я буду, вот емкость брожения, вот 200 литров. Такие, окей, согласовано. Ну, это такой сложный путь, но его можно пройти. Вот, и когда они вам одобряют, все, у вас появляется код EGAIS, и вы по нему можете грузить уже куда-то в бары, в точки. То есть, ну, если начинать, то там как бы хотя бы, то есть, нужно какое-то помещение минимально по нормам СЭС, минимальный комплект оборудования, то есть, там, миллион, два, три, вот на разрешение тысяч триста. То есть, это уже, раньше можно было там какой-то малой кровью обойти, сейчас уже вот такая точка входа, там, хотя бы миллиона два. Вот, если мы говорим про алкоголь. Вот. Но желаю вам удачи. Еще вопросы? Да. Первый вопрос по поводу, как просаживается уровень реконструкции, когда, ну, я понимаю, что с едой немножко по-другому работает, но если, допустим, вот у меня кейс такой, я делаю ножи. Я делаю ножи в основном историчные, понятно, что технология сложная, долгая, ценник соответствующий, и я могу как бы сделать это проще, но мне не хочется, потому что я реконструктор. И вот насколько, вот нужно понижать уровень качества именно реконструкции, чтобы это было рентабельно и интересно, опять же, вот это публике, обычным людям, вот так вот. Ну, вообще не нужно повышать качество. Тут надо смотреть. Я понял вопрос, но по большому счету рынок делится принципиально на четыре вида. То есть, любого продукта, любого, это всегда четыре вида. Это эконом-сегмент, это средний сегмент, это высокий сегмент, это экстра-класс. Ну, то есть, там, типа, там, Жигули, Вольксваген, BMW, Lamborghini. Вот. Если вы работаете вот в высоком сегменте, не надо повышать, потому что на каждый товар всегда есть свой потребитель. Причем это не уникальный потребитель, это прям массовый потребитель. Что касается рынка ножей, то есть это вообще, это какой-то тоже бум. Меня почему-то постоянно заваливают рекламы, всякие магазины, вот особенно ВКонтакте, там, типа, вот, там, Финка, НКВД, условно, вот это все. Их просто миллион этих магазинов. Это говорит просто о том, что вот этот рынок ножей, вот этой культуры, он очень большой. И это как сувенир, как вот эта вот, как штука, на нее тоже есть потребитель свой, на все ножи. Потому что вот, что ходит далеко, вот здесь, ну, Саша Аймунд, который вот делает ножи, там, он их делает мало, это такая точечная работа, вот. Он их там сделал, там, какой-то нож, там, тесак, за 20 тысяч продал, все. То есть ему нормально. Но вот он мне рассказывал, что он ездил на всякие выставки, где просто ножи, вот прям такая специализированная, то есть людей вообще не парит ценник, они прекрасно понимают. Тут задача в том, чтобы донести, почему этот нож стоит двадцатку. То есть показать, что, то есть не знаю, как-то нужно искать такие точки интересные, как по времени, да. То есть говорить не просто, что этот нож, да, там, он из дамасской стали, по таким-то технологиям, людям может быть непонятнее, да, это херня какая-то. А когда скажешь, вот на этот нож мы потратили месяц, этот нож делался месяц, как вы думаете, сколько он должен стоить? Его делали два кузнеца. Они такие, ну да, средняя зарплата, там, человека, там, 50 тысяч. Вот поэтому он стоит, там, не знаю, 150, потому что наша мастерская делает такие ножи. Не знаю, видел ты или нет, есть такая мастерская Аника, топоры делает. Блин, вообще красавцы, просто. Они прямо, я на них подписался когда-то, они делают топоры, дорогие, реконструкции. Это серийное производство. Хороший сервис, классная упаковка, классные кованые, каленые топоры, и они делают пачками. То есть людям, как-то, наверное, это не секрет, но какое-то такое мое наблюдение, к чести сказать, уровень жизни в России растет. И людям нравится уже просто не покупать что-то, а покупать какую-то такую штуку интересную, качественную. Поэтому рынок здесь такой, достаточно большой. Не нужно вообще поважать качество, нужно доносить, почему это вот, ну, почему так. То есть таких точек много. И второй вопрос по поводу популяризации. То есть, опять же, например, мы берем ламы, да, это фактически уже как marketplace, если можно так сказать. Это может как-то там развиваться. Ну, как вопрос, грубо говоря, от начинающего мастера. Как, через какие сервисы можно искать потребителя, особенно вне среди реконструкторов, если ты в основном ориентирован на реконструкцию? Вот так вот. Если ты ориентировал на реконструкцию, ну, смотри, как бы, тут фишка в чем? Возвращаясь к началу, что ты к людям, которым ты будешь продавать, ты им не скажешь, что это реконструкция. Для них это не имеет ценности. То есть, вот, собственно, о чем я говорю. То есть нужно вложить какую-то ценность в этот предмет. Какая будет является ценность для потребителя? Вот сюда приехало там 10 тысяч человек. Какая у них ценность? Они не реконструкторы. Для них ценность прикоснуться к сказке. То есть мы говорим о том, что мы продаем уникальный предмет, который, то есть разовый, штучный, вы его нигде не купите. Как Lamborghini. Это же не реконструкция. Это разовый уникальный предмет. Там за ними очередь. Точно так же. Какие площадки? Сейчас вообще очень-очень хорошо с этим. Есть куча электронных площадок, на самом деле, типа Wildberries и Ozone. То есть мы говорим, что там достаточно большая работа. Туда очень легко зайти. И там, на самом деле, тоже можно сделать много магазинов. То есть и тут начинается уже стандартная работа. По интернет-магазинам, по интернет-площадкам, по каким-то таким вот интернет-магазинам каких-то уникальных вещей. То есть шаг за шагом как-то вот оптом. Я не думаю, что это получится продавать. Но вот опять же, как Аника. Они сами через себя продают. Но я думаю, что они 100% где-то уже на маркетплейсах есть. То есть нужно какие-то вот такие искать фишки интересные, которые люди будут покупать. Какой-то там супер, ну, как вот это вот финка НКВД. У него есть какое-то ощущение такое. И люди прям готовы за него вообще платить любые деньги. Потому что вот это 100% настоящее. И вот оно все. Маркетплейсы, реклама ВК и погнали. То есть вот тут, если мы говорим про реконструкцию. Реконструкцию не продашь. Продашь ощущение, что это нож вот какой-то старины. Вы покупаете сказку. Это вот прям вот такой нож. Вот он был, все, там, не знаю, людо таковал условно. И вот это вот будет круто. Главное доносить ценность. Вот как раз я хотел про это спросить по поводу поиска вот этой сказки. Потому что, ну, я более-менее понимаю, но я думаю, что не все понимают, как найти в своем изделии, да, в своем деле реконструкторском именно вот эту сказку. То есть вот опять же, вот медовуха, казалось бы, медовуха и медовуха, но он не тоже сказка, да, потому что это мед, да, и там ножи. Но вот как посмотреть на свой продукт по-другому, как чтобы предоставить его для обычного покупателя-потребителя? Возможно, нужно использовать какие-то дополнительные штуки, то есть как я это вижу. То есть вот чтобы двигать медовуху в массы, как ни странно, мне пришлось открыть ресторан. Я потому что тут как было? В девятом году начал варить, купил микроавтобус, палаточка, саксонка, езжу по фестивалям, вот как много торговцев. Потом думаю, а что делать зимой? Зимой надо продавать. Думаю, надо летом по кабакам. Пошел в один кабак, второй говорит, что это такое медовуха? Да нам неинтересно. Я думаю, ну блин. Я открыл свой ресторан. То есть получается, я открыл что-то дополнительное, чтобы продавать свой продукт. То есть я не пошел куда-то продавать, я какое-то ощущение создал. И вот в том месте, которое я создал, было интересно, как это сделать с ножами. То есть возможно, стоят какие-то штуки, какие-то дополнительные. Может быть, какой-то контент разработать, как эти штуки применялись раньше. То есть какое-то, как я вот YouTube делаю, там про медовуху, какие-то старинные рецепты. Точно так же и про ножи можно. Как вы делаете кузницу Авелланда? У них просто как бы интересный интерактив про кузню. То есть они рассказывают, как это раньше было. Они продают кузнечное дело. Точно так же и ножи. Эти ножи применялись так. То есть вот этот нож специальный, вот как с Кромосакс, например. Зачем его покупать? А это нож викингов. И вы будете продавать уже не просто нож. Человек, который его купит, он уже, ага, я это видел, это нифига себе, настоящий нож, который применялся викингами, он купит какое-то ощущение. Но вот это ощущение, нужно вот эту сказку, нужно создать как-то вокруг. А тут уже надо, ну, просто думать. То есть как вот, ну, как вот с медовуха, вот у меня был ресторан. Нужно вот искать для ножа такой вот свой ресторан. То есть это уже надо вот как-то ремесленникам подходить к этому вопросу. И то есть получается, что любой, грубо говоря, мастер, если хочет добиться в этом контексте успеха, он должен быть еще и маркетологом, и опять же, ну, предположим, должен уметь снимать видео, понимать в эту сторону. То есть это в любом случае нужно какое-то развитие в более современные какие-то медиа. Это необходимость, наверное. Ну, не просто маркетинг. Это как бы, в принципе, любой предприниматель. Он как бы там, он и лошадь, он и бык, он и баба, и мужик. То есть он как бы должен понимать, и вот как это сейчас двигается, он должен уметь как бы для своего предмета создать какую-то сказку, ну, какой-то как маркетинг, и уже вот эту сказку дальше продавать. Ну, то есть это такой стандартный ход у всех продуктов. То есть, например, как, вот тоже хороший пример, вот пиво, да, когда им запретили, то есть, ну, там рекламы какие-то с людьми использовать. И по большому счету даже они потом шагнули. То есть очень много реклам пива, оно говорит о том, что, или вот Кока-Кола, тоже хороший пример. Даже про пиво расскажу, про Кока-Колу. Они не продают продукт, они продают ощущение. Вот они создали ощущение, что оно утоляет жажду. Все, Кока-Кола прям четко. Я знаю, что я куплю Кока-Колу, я куплю. Какое ощущение человек получит, покупая этот нож? Ты не продавай нож, продавай ощущение, которое он получает. И вот это ощущение нужно сначала создать, если его нет. Если ты будешь первопроходцем и создашь это ощущение, то, вау, все, люди будут покупать только уникальное твое ощущение какое-то. Ну вот, понятно примерно о чем. Да-да, спасибо, очень развернутый, прямо суперответ. Вот, да, а то я могу, значит, абстрактно, то есть я как бы вот так, чтобы все здорово. Так, вопросы? Еще какие-то были? Идентичная ли там кухня, имеется в виду средневековая, или просто только основа медовуха? Ну, смотрите, ресторан, спасибо за вопрос, ресторан назывался «Скель», я его открыл в 2012 году, потом, когда решил заняться полностью производством, я его продал ребятам, которые у меня им занимались, потому что, ну, то есть либо я занимаюсь производством, либо ресторанным бизнесом. Вот, изначально там была аутентичная кухня, но она потребителю была в чистом виде неинтересна. Мы чисто пытались сделать рыбу в глине, мы сделали печку в центре ресторана. Это было в Курске, люди такие, вау, прикольно, рыба в глине. Но есть определенные стандартные, то есть вот они привыкли к стейкам, там стейк ребайтам, там medium well, вот все остальное. Поэтому мы туда дали реконструкцию, люди приходят в реконструкцию, они пробуют блюда, но эти блюда были адаптированы. То есть мы какие-то называли их по-средневековому, то есть что-то разрабатывали, то есть около, то есть там где-то даже использовали технологию там жарки на углях, но это было людям понятное. То есть потому что все-таки делать максимально непонятно, но это реконструкция не будут покупать, она должна быть еще и вкусна. Поэтому что-то требовало адаптации. Вот, ресторан назывался Скель. Так, еще вопросы? Я еще посмотрю, там ВК были, какие-то люди тоже задавали. Ваня, здесь Wi-Fi есть? Он, он, да, он добивает. Не-не-не, у нас есть. Ага. Так, блин, и берег, блин, и берег, блин, и берег. Так, 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 так. Я сейчас пост ищу, там под постом, когда мы писали, люди спрашивали, не знаю, есть ли они здесь или нет. Ага, вот. Так, что за эко-деревня была? Значит, имеется в виду Бастион. Бастион были там буквально недавно, так, в субботу. Интересно было бы обсудить возможные новые форматы существования реконструкции вне фестивалей. Не знаю, Михаил Игонин спрашивал. Есть он здесь, нету его? Нету. Так, новые форматы существования реконструкции вне фестивалей. Будем обсуждать? Да. Не знаю, что подразумевал Михаил, но в целом, наверное, новый формат, это вот опять же, как, ну, то, что мы говорили про ремесла, про ножи, вот это вот немножко нового формата, то есть это реконструкция, и мы продаем вот такое вот ощущение сказки. Эко-деревня, вот бастионы, вот эти всякие, сейчас очень много строят крепостей. Например, в Белгородской области построили острог по 17 веку. То есть вот эти вот остроги, они интересны людям как гостиницы, как проживания. То есть новый формат реконструкции, как я это вижу, если мы говорим про событийный туризм, это место, мне так кажется, скоро это появится, где просто ты приезжаешь в гостиницу, тебе, не знаю, выдали комплект одежды, еще что-то, и ты живешь вот в средневековом мире. То есть вот как вот делают бастион, ну, то просто в гражданки приходишь, но вот такой формат реконструкции, он очень может появиться. То есть потому что людям по приколу участвовать в ролевках, людям по приколу погружаться, ну, и им хочется просто за это заплатить, ну, грубо говоря, они уже готовы. То есть они ездили, съездили в Египет, на Байкал, еще куда-то, им хочется какого-то ивента вот такого. И вот они погружаются, они приехали и пожили вот в каком-то таком средневековом городе. Я думаю, что вот это можно рассматривать как новый формат реконструкции. То есть это будет по всем канонам, просто человек погрузился. Почему, думаю, что это будет? Потому что на самом деле так делают в Америке давно достаточно, у них очень много, очень распространено и людям по приколу. Они приехали, сдали все современные гаджеты, получили комплект одежды и мешок денег и пошли ходить по какому-то городу. И с ними работают вот именно по аутенту. То есть это такая прям тоже хорошая точка монетизации. Я думаю, что это будет прям современным вот, ну, лет 5-10, это будет такой хороший современный туризм внутренний. Насколько возможно найти инвесторов в этой сфере? Если никого не знаешь, реальный ли шанс получить госгрант на развитие? Насколько возможно собрать средства через краунфаундинг? Иван Белогуров. Есть такой? Нет такого? Ну, вопрос хороший. Это ты, да? Хорошо. Так, про гранты, про деньги надо? Все, давайте. Значит, если вы занимаетесь реконструкцией каким-то ремеслом, то смотрите, не спешите брать денег в долг. На самом деле денег очень много. Есть там, как всегда, стандартный путь, когда начинающий предприниматель идет, он первый, где он возьмет денег, это у друзей, там у родителей, еще у кого-то, можно всегда занять. Сейчас банки там дают, не знаю, кредитки, всем и каждому там 800 тысяч рублей кредитка. Денег можно много найти. Вопрос в том, что если вы что-то придумывали, сначала придумали интересную реконструкцию, решили как-то ее принести в жизнь, сначала нужно попробовать, точно нужно это людям или не нужно. То есть вы когда потестите и поймете, что это нужно, тогда уже надо начинать искать деньги, потому что пока вы не протестировали свою гипотезу, вы можете просто ногами в жир встрять, набрать много денег и все, и это оказалось, что не нужно. Нужно пробировать идею. А потом уже, да, очень про деньги. Инвесторов можно найти, но инвесторов нужно искать идейных, потому что это направление достаточно малоприбыльное, то есть инвестору проще вкинуть денег в какой-нибудь завод, который сразу принесет кратную прибыль, чем идейное движение. То есть он должен быть около таких много инвесторов. Вот, но это такая редкая история. Госгранды у нас хорошо работают, государство прям очень сильно поддерживает движение, очень, ну, если знать, там, например, какие-то президентские гранты люди получают, получают миллионами денег, то есть вот они просто выигрывают. Даже у нас в регионе, то есть вот, не знаю, вот у нас там есть ребята, занимаются реконструкцией, вот, у нас там новый губер, они к нему пошли, Роман Владимирович, мы хотим, окей, вот там земли 50 гектар, вам все. Они такие, о, прикольно, все, начали что-то там делать. То есть это нужно просто хотеть. Да. А, да-да-да. Нужно просто хотеть как бы этим заниматься. Сначала нужно опробировать идею. Если это никому не нужно, ты нашел денег, опять же, просто ты как бы влезешь в долги. То есть нужно опробировать. Вот тоже про… раз, раз, раз. Да, а тоже вопрос про добычу денег. Например, в Москве есть ратный музей истории Москвы. Тоже хороший кейс, и они как раз работают в основном на грантах. Но сейчас я могу сказать точно то, что Москва наелась этим, это перенасычно. И вот как влияет региональность, грубо говоря, на вот это продвижение хобби? И насколько вот место, грубо говоря, создает возможность для реализации? То есть не только вот люди, публика, а именно место. Понятно. Значит, сначала все появляется в Москве, потом все появляется в регионе. Сначала барбершопы появились в Москве, потом посмотрели, начали в регионах открывать. А потом они в Москве присоединились, их слишком много, людей нет столько бородатых, чтобы стричь. Они начали закрываться в Москве. А потом и в регионах начали закрываться. Это стандартная история. Потому что в Москве вообще очень сильно развит внутренний туризм, там в это вкидываются колоссальные бабки. Просто как бы сейчас вот было одно время, ну, что греха таить, времена и эпохи. Это был такой хороший, такой большой проект. Ну, сейчас есть как бы, ну, мы говорим про вот ранние времена эпохи. Вкидывали, посмотрели, классно сработало. Давайте что-нибудь еще попробуем, какие-то ночные музеи, еще что-то. То есть, правительство Москвы на это так смотрит. То есть, они просто как бы, это разные инструменты для того, чтобы делать хорошо людям. То есть, если как бы они попали в струю, когда вкидывало правительство Москвы в это деньги, да, жили на грантах. Потом, конечно же, нужно искать какие-то другие выходы. Тут опять мы вспомним про ротоборцев, да. Хороший у них был кейс. Городецкая Гульбича, классный был фестиваль. Наверное, крупный первый. Потом они придумали какие-то другие коммерческие проекты. А потом они сделали времена эпохи. Тоже классный был коммерческий проект. Но они ушли в один проект, подсосались в госгранду, и все. Они забросили все коммерческие проекты. И потом, когда стало неинтересно государству скидывать в их фестиваль деньги, то есть, они подумали, сейчас денег нет, все. У ротоборцев стали тогда проблемы. Потому что они другие свои проекты финансовые забросили. И сейчас точно так же вот этот музей, про который мы сказали, ратная история Москвы, то есть тоже его запустили с помощью грантов, но музей должен искать какие-то другие точки монетизации. Как-то по-другому продавать свои туры. Скорее всего так. Так, все. Еще вопросы? Антон? Так, про краудфаундинг там еще было. Да, да. Андрей, вот смотри, я помню, как ты начинал. В 2009 году приезжал, значит, стелил такой плащик шерстяной на земле. Там несколько бутылочек медовухи лежало, да. А сейчас твою медовуху можно купить в каждом вкусвилле страны, да. Там как бы приезжаешь на Дальний Восток и фигак во вкусвилле медовуха Мьёльнир. Открываешь бутылочку, пробуешь такой, вкус былинного берега или там вкус Русборга, да. Какие-то такие. Вкус практически не изменился. Вот, собственно, вопрос, насколько тяжело было попасть вот в эти федеральные сети и с какими продуктами вообще среднестический реконструктор теоретически в подобные сети может попасть. Вот у Антона был вопрос про ножи, да. Немножко не согласен, что нельзя реконструкции задать ценность. Можно, само по себе реконструкция считает это ценность. Доказательство тому, что у Дмитрия Хранцова, который делает мячи там за 200, 300, за 500 тысяч рублей, у него две трети покупателей, это не реконструкторы, это просто люди, которые покупают красивые вещи, да. Хотя там зачастую бывает и ценность мяча не в художественном его исполнении, а в технологии, по которой он сделан, да, то, что там правильная сборка, правильные материалы и так далее. Вот, соответственно, понятно, что попасть на какой-нибудь marketplace или там в федеральную сеть с такими вещами экстра-класса, наверное, сложновато, разве что в какой-нибудь там, не знаю, в галерею какую-нибудь, не знаю, в центре Москвы, но вот с каким-то массовым продуктом, скажем, ножи, топоры, вот какие-то элементы одежды околоисторические, насколько реально вот попасть реконструктору в федеральные торговые сети, в ритейл? Спасибо. Вопрос понятен. Смотри, ну, просто зачем ритейлу, который торгует продуктами ножи, например, тут надо… Ну, это же… Да, вот про пищевые можно подумать. На самом деле очень реально. Ритейл – это большой геморрой, туда нужно попасть, ну, прям постараться. Ну, например, мы берем вкусвилл, туда можно попасть. Нужно просто сделать что-то интересное. Вкусвилл постоянно ищет всякие новые крутые продукты питания, которые, ну, вот они любят удивлять чем-то. И если взять, например, какую-нибудь там технологию, то есть вот, ну, недавно появились такие тоже, типа копченое мясо, там еще что-то, вот, всякие какие-то такие фишечки. И вот вкусвилл их выцепляет каких-то молодых производителей, не знаю, там какое-то варенье там из шишек, они там когда-то нашли, туда начали ставить. То есть вот такие штуки можно спокойно производить. И если сначала придумать какую-то этих, какую-нибудь вялено, не знаю, там, средневековое мясо, вот какое-нибудь такое, вы научились его массово делать, вот, вы хорошо знаете, как его продавать на фестивале, то есть оно идет, оно нужно людям, оно вкусное, да, предлагайте в ритейл. И если это что-то интересное, то есть вы можете это стандартизировать и сделать массовым, ну, производством, и это вот, ну, как бы нужно более чем одному человеку, то, например, во вкусвилл можно туда пробиться, потому что они ищут такие изумрудики. А когда вы поработаете со вкусвиллом, то есть это уже можно будет в другие федеральные сети попадать. Нужно просто уметь делать вкусно, если мы говорим про еду, и уметь стандартизировать это массовое производство. То есть какие-то фишки, да можно придумать, там вообще постоянно меняется ассортимент. Там какие-нибудь, не знаю, там вплоть до готовой еды, там какие-нибудь там копченые ребрышки. И там сказать, что вот эта вот рыба, она там копченая, там на углях, там как-то по такой-то технологии. Принести вкусвиллу, сказать, мы можем делать это фура в неделю. Они такие, окей, круто, погнали. Это как бы, это тяжело, но это возможно. То есть это нужно просто работать в этом направлении, если мы про это говорим. А про ритейл, про всякие предметы быта, типа ножей, топоров, я вот не знаю. То есть я думаю, что больше вероятно попасть на маркетплейсы, там какие-то озоны, вайлдберрис и так далее. И вот там это уже может быть актуально, где продаются вещи. Вот, да? Здравствуйте, Андрей. Такой вот вопрос, к сожалению, с вашей продукцией еще не успел столкнуться, но вот походу придется все-таки приобрести и попробовать. Такой вопрос насчет ваших вкусов медовухи. Как вы их создавали? Амтеатичны ли они вообще? И будут ли какие-то еще изменения, добавки, всякого такого? Кимические? Ну, нет. Да что, как создавалось? Создавалось это все из меда. Это я пошел там, ну, как и любой продукт, почитал. Увидел, что у нас нет медовухи на фестивале, думаю, надо делать. Открыл тогда интернет, тогда, по-моему, даже ВКонтакта не было, 2009 год. Какие-то форумы были, какие-то сайты. Нашел какую-то статью про старинные напитки, какие-то мануалы 15 века. Думаю, прикольно все. И начал пробовать производить. Потом, со временем, когда столкнулись с необходимостью расширения вкусовой линейки, мы начали искать разные добавки. Понятно, что мы читали старинные рецепты, но мы стали покупать соки, ягоды и уже сбраживать не просто мед и воду, а сбраживать мед и воду с разными соками. То есть покупаешь сок, покупаешь ягоду, выжимаешь это все и добавляешь уже в мед, и потом сбраживаешь им в костях. Вот таким образом получаются новые вкусы. Ну, понятно, ты их разрабатываешь. Насколько аутентична эта технология. То есть, конечно же, мы используем современное оборудование, но ингредиенты аутентичные. Технология меняется, потому что есть куча разных современных штук. Потому что если раньше бродили в дубовых бочках больших постоянно, то сейчас это на самом деле не очень эффективно. Это прям... Получится постоянно разный вкус, а торговые сети, и люди этого не любят. Они когда купили там продукт вот этой бутылки, они хотят купить эту же бутылку с таким же вкусом. А когда ты делаешь, например, что-то там уникальное, такое суперкрафтовое вот в этих бочках, у тебя постоянно будет разный вкус. И ты, получается, отпугнешь даже своих самых любимых и преданных фанатов тем, что у тебя получился разный вкус. То есть нужно меня стандартизировать. Поэтому современное оборудование, соответственно, и технологии современные. Но как бы продукты все максимально аутентичные. То есть без химии, без ГМО, там ягода, сок, мед, вода. Все. Ну, то есть вот такая. Спасибо большое. Здесь? Здесь вот в каждом кабаке, где продается медовуха, там и возле сцены, и вот здесь вот все кабаки, это все медовуха нашего производства. А сидр, сидр, Вань, есть? По-моему, мы привозили сидр. Да. Если там есть сидр, там бессмертие и дун, да, и проделки локи грушевой, то тоже, возможно, есть. Так, вопросы? Если, если, да, да, да. Да, будет. Будет новый мед. Я, наверное, сейчас могу это, не знаю, насколько это получится. Говорить, да? Мы, значит, у нас же медоварня называется «Традиции предков». И когда я занимался реконструкцией, я хотел, то есть мне само слово «медовуха», ну, как это такое оно было, на тот момент слово у людей вызывало ощущение чего-то непонятного. Я тогда подумал, что нужно связать продукт с чем-то реконструктором понятным. Это «Мьёльнир», ну, молот Тора, все реконструкторы знают, и появилась медовуха «Мьёльнир». Вот, и так получилось, что мы хорошо проехались по скандинавскому пантеону, по всем богам, делали вот такую медовуху, и вся она сладкая. И мы задумались сделать линейку полусухих медов другой технологии производства. То есть если сейчас мы выбраживаем весь наш мед до определенного уровня сахара, и как только мы достигли нужной сладости из сусла первоначального, все, вот мы останавливаем брожение и выдаем такой продукт. Сейчас мы хотим делать полусухие медовухи по другой технологии. Мы сейчас выбраживаем, вот сейчас расскажу про эту линейку, будем выбраживать мед до суха и потом добавлять туда снова мед, то есть вновь приобретенные сахара. Таким образом, ну там будет, они полусухие, сухие, но совсем сухая она такая. Мне не очень пока нравится. Я вот на полусухую еле смирился. Но суть в том, что это будет другая технология со вновь приобретенными сахарами. Это будет линейка, посвященная России, потому что мы медоварня традиций предков, и получается торговая марка Мьёльнир скандинавская. И мы решили назвать ее «Чуть». Раньше на Западе, ну как это в Европе, называли, что наши племена все, «Карельские», «Новгородские» — это «Чуть» какая-то. Это такое общее название наших племен по России. И мы решили использовать это слово, мне оно понравилось, чтобы делать медовуху как-то посвященную разным регионам. Карелии, Югу, Алтаю, Сибири. Это будет такая «Чуть». Если, например, Карелия, то мы нашли поставщика ягоды. Там у них растет морожка и княженика. Они прямо ее нам продают такими. И вот мы с ней будем делать медовуху. Ну вот это такая будет «Чуть» карельская. Попробуем. Вот я думаю, что она появится. То есть это месяца 3-4. Сейчас мы уже начали. И вот скоро запустим. Я думаю, что не больше шести мы по закону можем делать. У нас есть проект «Ставленный мед», но это шампанское такое медовое. Но у него крепость 11 градусов, но мы не можем его легально продавать, потому что на это нужна лицензия. Все, что вы… А? Не, ну это… Есть такая технология. То есть мы просто очень долго выдерживаем при низких температурах. То есть он там минимум как бы сначала настаивается в одном брожении, там 3 месяца, потом еще дображивает. То есть я знаю про технологию, что в бочку залили, в землю закопали, через 20 лет достали. То есть это… Да, 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 на свадьбу достали. Так и есть. Но «Ставленный мед» он… Почему ставленный? Потому что он низового брожения при очень холодных температурах. Очень долгий процесс ферментации. Мы можем это делать, но чтобы делать это легально, нужна лицензия, которая стоит 10 миллионов. Чуть подрасту и вот запустим. Но всему свое время. Да. Специальные дрожжи используют, фруктовые. То есть от 3 месяцев. Там точно так же сидр тихий. Он получается хороший. Он такой как просека, легкий. Но очень… Это вообще шикарно. Это прям, да, они умеют это делать. И вот «Ставленный мед», вот я вижу, что вот… Ну, чуть поплотнее будет, но что-то в таком же роде. То есть вот. Ну, это когда надо иметь массовое большое производство. Нужно такое иметь… Как это? Заработать 10 миллионов, чтобы купить эту лицензию и чтобы начать это производить. Но это тоже будет круто. Но пока будем делать полусухие, стандартные, 6 градусов, вот, направленные на историю народов России. Да. Еще вопрос. Когда реконструкция становится работой, она продолжает приносить удовольствие, как реконструкция? Вот приезжая на фестиваль, есть минутка отдохнуть, пообщаться с друзьями и вот ими как хобби. Остается ли она как хобби или она становится чисто работой и уже как форма, грубо говоря, историчная становится, как рабочая форма? Не, ну, тут надо искать для себя это. То есть изначально, да, когда реконструкция была работой-работой, да, работал. Потом этой работой, как бы, когда я таверну продал, осталось, ну, просто уже все, я уже не могу этим заниматься. То есть я в том году Ване сказал, типа, Вань, все, хорош, я уже устал. Я весь свой хоббр продал, давай, говорю, просто буду медовуху поставлять. Вот. Что-то пропало. Я привык, что надо что-то кашеварить. Вот. Это было такое. Теперь как бы нечего. Но ты, на самом деле, находишь для себя в других эпохах. Мы очень любим Семнаху. Вот. Вот мы прям с пацанами ездим с удовольствием по Семнахе. Ну, сейчас там есть проблемы с Масяней, вот эти все вот, ну, как-то. Но в целом вот это очень круто. То есть остается реконструкция. То есть, опять же, вот приезжая сюда вот на былинку к Ване, то есть я вот там вчера там к барсам сходил еще куда-то. То есть начинаешь вновь жить. Вот там меня там Боря позвал, говорит, приезжай к нам на сечу. То есть снова находишь. Есть, есть, есть жизнь после брака. То есть, получается, остается как хобби. Да, 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 конечно. То есть остается как хобби, потому что все равно хочется в этом жить, потому что, ну, как это, знаешь, это я попал в реконструкцию через постель, да, с кем-то переспать, чтобы оттуда выйти. Вот, невозможно отсюда выйти. Вот. Еще вопросы? Да, да, да. Все, хорошо, принято. Ваш голос услышан. Будем. Ну, мы разрабатываем сейчас, мы-то там с технологами работаем. Спасибо. Надо просто смотреть, собраться втроем и все-все-все-все обсудить. Так, собственно, у меня достаточно давно этот вопрос возник, настолько давно, что я его забыл, а вот сейчас вот что-то вспомнил. Вспомнили про западную традицию всяких алкогольных напитков, да. Вот в Скандинавии медовуху называют мид, да. И насколько я понял, что вот этот вот мид от нашей медовухи как бы особо ничем не отличается. Не то, что слово само мид происходит от славянского мед, да, как бы, в общем-то, понятно, но я так понял, что вот этот мид скандинавский и наша медовуха – это одно и то же. Почему отечественные производители довольно часто стесняются слова медовуха и стараются свой напиток назвать мид? Понятно. Есть ли реальная разница между медовухой и мидом? О, даже хуже того. Скандинавское называется мьет, вот это шведское, там такое сумляу, там западное, мид. Но по сути это все переводы одного и того же слова. А стесняются потому, что у нас, вот как это, как в постсоветском пространстве очень часто такая история, что все западное хорошо, а наше не очень. И вот в какой-то момент медовуху испортили, то есть это вызывало, ну, там 10 лет назад у людей это вызывало ощущение, что это какая-то брага, сивуха, что-то непонятное. И поэтому люди до сих пор иногда живут с этим ощущением и называют как-то по-западному. Это не медовуха какая-то, а это мид. Хотя, по сути, это одно и то же. То есть это все, ну, как бы все, что достигается процессом брожения меда. То есть это, знаешь, как вот все пиво, да? Ну, это не пиво, это стаут, а это вот лагер, а это вот, не знаю, там портер. Это все пиво. То есть это как ни назови, то есть это просто разные разновидности. То есть здесь тоже можно всем словам придумать какой-то разный оттенок, то есть, например, там, мид там это там сухое, там или крепкое. Но, по сути, это все процесс брожения, да. То есть медовуха — это общее направление. То есть, а это просто, ну, как бы перевод на западный лад. А мы используем это некоторые производители, чтобы, ну, как-то, наверное, лучше продавать. Вот. Но, по сути, все одно и то. Ну, это я так считаю. Мое мнение, что все это одно и то же. Которые делались на Мирте Болотном. Изначально же пиво делалось. И хмель к нам пришел гораздо позже в культуру. То есть у нас варили пиво. Это ячмень плюс Мирт Болотный. И говорят, что совсем другой эффект. То есть если хмель угнетает психически, психического человека, то Мирт, наоборот, как бы возбуждает, дает энергию. Вот такие вещи вы когда-нибудь пробовали делать? Не, мы делали разные эксперименты. Скажу честно, такого эксперимента не было. Потому что изначально наша специализация, то есть пива много, у нас медовуха. То есть мы как бы вот на этом специализируемся. Но я запомнил. Мне идея суперкрутая. Потому что Болотный Мирт вместо хмеля. То есть надо пробовать. Ответ нет, не пробовали. Были другие эксперименты. Будем пробовать. Это прям 100% надо. Да, 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 нет. Это аутентично. Но так как мы пиво не варим, то есть я просто не задавался таким вопросом. То есть а так, да, интересный кейс. Будем пробовать. Добрый день. Я тут пока походил по ярмарке, по рядам посмотрел. Очень много таких товаров, которые, ну, просто не могли быть представлены в 11-12 веке. Насколько это можно считать заработком на реконструкции? Например, тоже те же ароматические свечи, мыло и так далее. Ну, это прямой, да, заработок. Ну, почему? Мыло было какое-то, то есть там какие-то. Но то, что было, конечно, сейчас в чистом виде использовать, ну, будет просто неинтересно людям, невкусно по запаху. Вот. А там вываривать щелочь, там, не знаю, там залу там брать. Вот как вот, ну, были какие-то технологии. Но это адаптировалась, технология была, реконструкторы это увидели. Давайте мы это, ну, адаптируем под наш век, чтобы это было вкусненько и будем на этом зарабатывать. То есть, ну, своего рода, да. Если они соблюдают технологию, то можно сказать, что заработка, заработок на реконструкции. Ну, если они делают технологию, если это просто как бы они подумали, что сейчас все варят мыло, давайте мы сварим, завернем в крафт, ну, это просто как бы товар, как бы, ну, там, не пришей кобыле хвост. Ну, как бы, да, на нем зарабатывают, но не в прямом виде реконструкции. Есть реконструкторы, которые этим занимаются, то есть вот они по аутентичным рецептам. То есть вот если соблюдается технология какая-то, ну, просто немножко адаптировали, то да, это будет вот прям таким хорошим заработком. Просто у меня своя небольшая пасека, и если торговать чисто сырьем, медом, ну, это мало интересно людям на самом деле. Его надо как-то перерабатывать, добавлять в кондитерку, например, и так далее. Вот. И, ну, это уже не исторично получается. Почему не исторично? Нет, нет, ну, тут вопрос в чем? Добавлять в кондитерку не исторично? Ну, какие-то средневековые пирожки, почему сахара от не было? То есть, ну, я имею в виду, что есть варианты, куда добавлять мед. Ну, вот, например, вот медовуха, это правда, это вот аутентичный продукт. Единственное, что вот, ну, как бы, из реконструкции было, то есть вот, связанное с медом, это вот принесли, как бы, вот в современность. Оно и тогда была медовуха, и сейчас вот медовуха. Вот. Какие другие пути монетизации меда, как такового? Косметику делать? Ну, это все, да, это все уже, ну, тут надо быть вот реконструктором. Надо, надо, вообще ничего страшного. Вот. Надо быть реконструктором и просто видеть какие-то фишки, где еще использовался мед. И если это сейчас приживется в современности, то эту штуку можно куда-то, да, конечно, монетизировать и подать, масштабировать. Сомневаюсь, что мясо будем заливать медом, как раньше, но в целом, да. Не, мясо вообще нормально медом маринуют. Ну, просто как бы, если в чистом виде мед, то это нужно из него, что соусы какие-то делать, медовые для мяса, тоже можно. Чего нет, очень много там, например, там приправ всяких разных, там вообще в торговых сетях стоят, там, не знаю, там маринад готовый, такой тюбик, вот, расфасованный, там, не знаю, 49 рублей, там состав там мед, травы, еще что-то, что мешает сделать, это вот античную заправку, например, предложить ее в тот же вкус, и сказать, вот мы придумали маринад на основе там средневековых трав, там, хорошую упаковку на какой-то натуральный рецепт. Вот, пожалуйста. И еще последний вопросик, это касательно источников, где их все-таки искать, чтобы было вот прям достоверно? Их очень мало. Чем дальше в ту эпоху, тем меньше источников. Приходится все додумывать и какими-то косвенными, то есть мы, мы даже при рецепте, да, вот так готовили. Ну, не всегда можно сказать. Мы видим там, что в Новгороде, в Новгороде были огурцы. Почему? Нашли три семечка. Были там огурцы или не были? Семечки есть, значит, наверное, были огурцы, значит, наверное, из них готовили. Значит, мы можем предположить, что, наверное, там это было как-то вот. И точно так же мы видим какие-то описания, что там в армию собирали, ну, когда-то на 50 век, там есть такие, когда-то вот это употребляли в пищу, вот это, вот это, вот это. Есть ингредиенты. Но рецепты, как готовили, их очень мало. Поэтому очень часто приходится, ну, вновь как бы видеть ингредиенты и думать, как бы я это сделал, будь я в средневековье. То есть такая игра своего рода. Правильно? Спасибо. Так, что? Да. Здравствуйте, меня Иван зовут. Очень приятно. У меня такой вопрос. Все любят статистику, вот, и я хочу задать вопрос про сырье. Есть ли проблемы с сырьем и какой объем меда вы за год перерабатываете? Я понял. Мы сейчас перерабатываем весь мед нашей области. Мы сейчас перерабатываем, наверное, порядка 500 тонн меда в год. Вот, собственно, наши области вырабатывают 500 тонн меда. Мы работаем, у нас 500 активных пасек, которые нам поставляют мед. Вот. Ну, оптом цена дешевле. Понятно, что не все пасеки нам поставляют, но мы вот выбираем весь объем и немножечко соседних областей. Как бы на самом деле, удивительно, но вот этот вот частное пчелиное хозяйство очень развито в России. Очень много меда. То есть, и в какой-то момент эта индустрия столкнулась с тем, что просто некуда девать его. То есть, ты приезжаешь в какую-нибудь деревню, у них стоит очень много меда, потому что производить его научились. Себестоимость, по сути, нулевая, то есть, потому что это просто цветы, и это такой вот, как бы там пчелы сами там как-то летают, сами его едят, и сами его приносят. Это удивительно. То есть, это как нефть, только мед. Натуральный продукт, но такие пасечники, они, это очень ценно, всегда было, поэтому это стоит космос денег. По космос денег много не покупается, но так как дешевая себестоимость, и все хотят на этом навариться, в какой-то момент времени индустрия столкнулась с тем, что просто невероятное количество меда стоит по деревням, и никуда его сбыть не могут. И так по каждой области. Нет, у настоящего меда срока годности нету. То есть, это прям такой консервант, ну, природный, очень-очень, ну, 20 лет там привозят мед, там уже твердый, он может стоять там 5-10 лет, может свежий. То есть, это уникальный продукт. Так, ну, так это же хорошо, если это уже сахара кристаллизовались. Это же, вроде, это сахара, по сути дела. То есть, вот, поэтому это, наоборот, только лучше. Вот. С бражем, поэтому хорошо, сахаренный. Нагрейте мед. Нагрейте мед. Смотрите, тут фишка в чем. Мед при нагревании 60-70 градусов происходит распад сахаров, сложных на простые. Бродят простые сахара, сложные, там фруктоза переходит в сахарозу. Фруктоза сама не бродит, поэтому в чистом виде мед не бродит. Нужно нагреть сахарар. Почему говорят, что мед нельзя нагревать? Потому что после нагрева меда он как бы уже долго не простоит. Но вы, у вас произойдет распад сахаров, ну, вот, каких-то сложных, какие-то простые, я уже не помню, как это, но, грубо говоря, станет уже сахарозой, которая может спокойно бродить. То есть, вы сначала сделали медовую, у меня на ютубе видос, там медовуха, там меня увидите, там полтора миллиона просмотров, и там вот прям пошаговая инструкция. Сделайте медовуху, выбродите в сухую, а потом уже дальше дистилляты пошли. Вот, все-все как вине. Вот, только получится медовый такой самогон. Типа что-то медового коньяка получится. Ну, да. Ну, сначала медовуха, сначала выбраживайте, потом, да, дистиллят, потом в бочку, бочка обожженная, чтобы нет, потому что она потом будет очень горчить. Обязательно обожженная бочка. Да, да, да. Ну, просто если свежая чистая бочка, то там хинин, вот этот дуб, он очень вредный, если вы будете в чистом виде. Да, да, потому что это яд, по сути дела. То есть он можно там чуть подержать, подкрасить и все, а дальше начинается яд. Можно еще один вопрос? Да. Вот, я здесь по центру. Вы говорили насчет себестоимости меда, о том, что он, грубо говоря, близок к нулю, но вы же должны учитывать факт, что, например, сейчас в последнее время огромный кризис пчел просто умирает из-за агрокомпаний, которые распыляют свои поля, соответственно, по большей серапии. Что, раз нет? Вот, например, моя семья. На самом деле, четверть в этом году просто умерла из-за этого. Вот. И, соответственно, опять же, мы рассматриваем всякие процессы роения и все остальное. Если вы там живете, это круто. Но если вы как бы наездом туда, приезжаете на свою пасеку, это, конечно, уходит на самом деле в копеечку. Вот. Я имел в виду, смотрите, себестоимость меда не трудозатраты и сопутствующие, а именно сырьевая. То есть вот я имею в виду, что мне, чтобы сделать медовуху, у меня есть сырьевая себестоимость. Мне надо взять сырье, бутылку, пробку, этикетку и там мед какой-то. То есть здесь как бы и сопутствующие, станки и все остальное. Вот станки — это ульи. То есть, а когда мед, у нас получается нулевая себестоимость. Я это подразумевал. Понятно, что есть затраты. То, что пчелы умирают, да, правда есть. У нас было вот в области тоже такое совещание, прям что-то губернатор собрал всех пасечников, там пчелы померли. И там вообще прям так. И вот говорят, вот у нас умерли пчелы, агрохолдинг там распылил. И вот сидит агрохолдинг и говорит, да, мы распыляем, да, это наши поля. Ну типа как бы, и вопрос возник такой, как бы, мы не против, чтобы вы к нам привозили свои ульи, но вы хотя бы раз у нас спросили, ну типа что, или сказали, что мы привезем. Нет, мы не спрашивали. Мы привыкли сюда возить ульи всегда и возим. Да. Там вопрос закрылся тем, что как бы агрохолдинги не против, чтобы пчелы опыляли. Просто не было коммуникации. То есть даже не было элементарно агрохолдинга и пасечника, чтобы там как-то они сообщали, что типа, мужик, мы сегодня опыляем, убери ульи, а вот эту неделю, пожалуйста, собирай мед. Вот этой коммуникации, когда нету, люди привыкли вывозить на поля агрохолдингов, а у них-то своя работа, они даже могут и не знать, что там стоит ульи. То есть получается просто элементарно нет какой-то связи. Агрохолдингам выгодно, чтобы опыляли их растения, но нужно с ними коммуницировать. Ребята, у них же есть прям список распланированный, когда они опыляют, прям график. То есть они готовы им делиться. У нас в регионе это так порешили проблему. И все стало хорошо. Просто пасечники привыкли возить в одно и то же место. И такие типа, ой, а что, надо было спрашивать, ой, а что это они опыляют свои поля? А мы не знали. Или только я прям, такие, ну да, это наши поля, да, мы их опыляем. О, блин, а мы не знали, что надо спрашивать. Все, обменялись контакты элементарно телефонами. Теперь они как бы не суются тогда, когда там опыляют. Все, мор пчел чудом пропал. У нас в регионе так порешали. То есть нужно просто коммуницировать с агрохолдингами. Да, да, да. Ну это какой-нибудь там главный там по пасекам. Так, ну что, финалим? Думаю, да. Все. Спасибо большое. Ребят, если больше нет вопросов, пишите ВКонтакте. Со всеми буду рад пообщаться там.